Всем привет, меня зовут Элина Федорова Добро пожаловать на мой канал Для новых зрителей напомню, что я работаю моделью уже более 8 лет А также у меня есть своя онлайн фитнес-платформа Wispens Мой YouTube-канал очень перекликается с темой мотивации, вдохновения И в сегодняшнем видео речь будет идти об одной из самых красивых женщин Об одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире Клауди Шифер Знаете, когда я была маленькая, я помню, когда взрослые употребляли ее имя с фамилией Когда говорили о чем-то красивом То есть, вот могли сказать там Ой, да она просто вылитая Клауди Шифер Либо, ой, да куда там ей до Клауди Шифер То есть, в контексте, да, что ее имя-фамилия Это просто был как синоним красоты И я помню, что я даже не видела ее фотографии по тем временам Но я уже знала ее имя-фамилию И потом, когда я увидела ее фотографии Конечно же, я поняла, почему именно ее имя ассоциировалось у всех с красотой Потому что она была просто вылитая куклой Барби из моего детства Даже не верила, что действительно такая женщина существует в реальности И ее история тоже очень интересная Клауди Шифер немка Она родилась в семье довольно зажиточного адвоката Ее мать была домохозяйкой и воспитывала четверых детей Семья была довольно строгой Все должно было быть по правилам, религиозной И также они воспитывали своих детей Клауди была круглой отличницей Также очень частые фотографии висели на доске почета А в старших классах она заняла первое место по физике на городской олимпиаде За счет чего она автоматически была зачислена в очень престижный Мюнхенский университет В школьные годы Клауди не считала себя красоткой Более того, она комплексовалась за своей внешностью Потому что ей казалось, что она очень сильно отличалась от других Она была долговязой, очень худой, очень высокой Мальчики все были ниже, как мы знаем, да? В подростковом возрасте так часто бывает Такая, знаете, довольно распространенная история у всех моделей То, что им не нравилось в себе в подростковом возрасте Потом в итоге во взрослой жизни становилось их самыми главными достоинствами То, что позволяло им потом достичь успеха в своей карьере и вообще в жизни Когда ей было 17 лет, на одной из дискотек ее заметил директор модельного агентства Он подошел и пригласил ее полететь в Париж для того, чтобы сделать тестовые снимки И попробовать себя в качестве модели Мне кажется, что заметить ее было несложно Девушка с блокурными волосами, кукольным лицом, ростом метр восемьдесят с параметрами Грудь девяносто четыре, талия шестьдесят два и бедра девяносто два Длинные ноги худые Ну, мне кажется, что она просто прирожденная модель Когда Клаудия Шифер начинала свою карьеру, стать моделью было очень сложно Потому что стандарты красоты, внешности девушек, они были очень жесткими И единицы буквально могли пробиться в этот бизнес Сейчас ситуация в мире кардинально поменялась И сейчас модельный бизнес пестрит различными типажами девушек Разного цвета кожи, волос, разного типажа лица С разным ростом, а также разного телосложения Вы можете видеть это сейчас в рекламах, на обложках журналов И это удивительно Поэтому это говорит о том, что моделью может стать абсолютно каждая девушка Единственное, что изменилось, это количество моделей Потому что их стало очень много И поэтому конкуренция на рынке растет Сейчас появились социальные сети, где себя может показать любая девушка И модельному агентству не составляет никакого труда найти себе ту или иную модель Если они в такой нуждаются Поэтому сейчас очень важен профессионализм То есть уже обладание какими-то определенными навыками Но всему можно научиться Если вы хотите себя попробовать в качестве модели, то делайте это прямо сейчас Ребята, у меня для вас отличная новость Я перезапустила свою модельную онлайн-школу Я ее улучшила Сейчас там 19 модулей с полезной информацией в формате видеоуроков Применяя эти знания, вы уже сможете получить свою первую оплачиваемую съемку В следующие месяцы после окончания обучения Также мы добавили обратную связь с кураторами Это будет общий чат для всех участников Дополнительные бонус-уроки и много чего крутого Ребят, я не могу вам сразу обо всем рассказать Но приглашаю вас на свой бесплатный онлайн-мастер-класс На котором вы узнаете, какие первые шаги нужно сделать для того, чтобы стать моделью Какой должен быть возраст и когда уже поздно Что делать, если в вашем городе нет модельных агентств И как можно зарабатывать без них Для чего нужны социальные сети Как можно зарабатывать через них и получать работу Что делать, если у вас невысокий рост Либо нестандартные параметры Как можно создать портфолио без либо каких вложений А также будет много другой полезной информации Также на мастер-классе я расскажу о том, как попасть в мою модельную онлайн-школу Я жду абсолютно каждую из вас Количество мест будет ограниченным А мастер-класс состоится уже в 19.00 по московскому времени Переходите по ссылочке под этим видео и регистрируйтесь А мы продолжаем Он ей предложил полететь во Францию И попробовать себя в качестве модели Она сначала не восприняла это всерьез И сказала, чтобы он поговорил с ее родителями И он, конечно же, сказал, что да, без проблем Родители были не в восторге от этой идеи Но, тем не менее, препятствовать ей не стали Первые снимки Клаудии Шифер не произвели фурора в Париже Но, тем не менее, она очень быстро получила свою первую обложку Элли Затем последовала обложка ВОК После чего о ней узнал очень известный дизайнер Карла Лагерфельд И она стала его музой Они познакомились в 1988 году, когда ей было всего лишь 18 лет И уже тогда он увидел в ней огромный потенциал Именно Карла Лагерфельд сделала ее лицом модного дома Шанель А также открыла ей дверь в мир высокой моды Сама Клаудия Шифер говорит о том, что если бы не Карла Лагерфельд Она бы не стала ходить по подиуму Потому что до встречи с ним она делала лукбуки, каталоги И на самом деле она себя чувствовала некомфортно на подиуме То есть она говорит, я не была Наоми Кэмпбелл, которая прям выходила на подиум И получала от этого кайф и чувствовала себя там королевой Ей приходилось проделывать над собой усилия, чтобы чувствовать себя там уверенно Но в итоге вот этот вот выход из зоны комфорта Он ей позволил стать такой успешной моделью Ее начали приглашать на показы все самые именитые дизайнеры Шанель Луи Виттон, Прадо, Дольче Габбана, Валентина и так далее Она стала самой высокооплачиваемой моделью 90-х То есть она могла заработать за один день 50 тысяч долларов И это не считая ее каких-то рекламных долгосрочных контрактов Это были огромные деньги по тем временам Ее хотели все То есть она снималась и в различных рекламах Там Pepsi, какие-то косметические рекламы, рекламам авто Она же ходила и по подиуму известных дизайнеров Она же была и на обложке Playboy, и на обложке Vogue Она была везде С Карлом Лагерфельдом она проработала где-то 7 лет И после его смерти она написала о том, что это именно он сделал из застенчивой немецкой девочки супермодель Он научил ее стилю, пониманию моды, правилам, которые необходимо знать, работая в этой сфере Опять-таки у многих людей образ вот этой сексуальной блондинки Он ассоциируется с тем, что это просто какая-то недалекая, пустая девушка Которая ни в чем не разбирается, которая глупенькая, возможно распущенная и так далее То есть люди любят мыслить стереотипами, но это совершенно не соответствовало действительности То есть Клаудия Шифер, она вообще была очень застенчивой Так, например, она упустила очень много различных возможностей в карьерном росте Именно из-за того, что она просто стеснялась Ее приглашали на съемки клипа, она отказалась Однажды она летела в самолете в первом классе с очень известным режиссером, кажется, с Люком Бессоном И она очень любила этого режиссера, но она постеснялась к нему подойти и сделала вид, что она просто спит И она говорит, что в моей жизни было очень много вот таких глупых вещей Только вот из-за того, что она говорит, я стеснялась И когда люди смотрят, что вот Клаудия Шифер украшает обложку плейбоя Видят ее фотографии в каких-то купальниках Никому в голову не придет, что это очень застенчивая женщина Она себе рассказывала, что алкоголь впервые попробовала, когда ей было 20 лет Это был бокал красного вина И на протяжении всей своей жизни она не употребляла спиртное, потому что она была к нему чувствительна Также она не употребляла наркотики Единственное, что она курила какое-то время, ну и то потом она бросила эту пагубную привычку И ведет очень здоровый и правильный образ жизни В начале 90-х, когда слава Клаудии Шифер разошлась по всему миру Конечно же, очень много мужчин мечтали заполучить эту женщину Хотели пригласить ее на свидание, как-то с ней познакомиться Однажды она рассказала о том, что какой-то шейх, арабский принц, предложил ей полтора миллиона долларов Просто чтобы она с ним пообедала И она ему отказала, потому что говорит, что мое достоинство превыше всего И тут дело не в деньгах По этому случаю можно точно сказать, что она была женщиной высоких нравов Очень ценила себя И, конечно же, для нее какие-то моральные принципы, они были дороже денег Если говорить о личной жизни Клаудии Шифер, у нее было два громких романа Первый был с очень известным иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом Он продлился семь лет И эта история была, кажется, окутана каким-то скандалом очень громким Потому что после, не знаю, сколько лет они уже были вместе И когда весь мир знал о их паре, и это так обсуждалось везде Потом вышла статья, кажется, от французского какого-то издания О том, что все их отношения — это все фикция Что это подстроено для того, чтобы дать друг другу пиар Они тоже подали в суд на это издание И в итоге они его выиграли Они доказали, что все-таки это была ложь А на самом деле все как было, я так предполагаю То есть их первая встреча произошла на его представлении Что якобы он ее выбрал из толпы там И она как-то взаимодействовала в его шоу Ну, как вы знаете, да, фокусники выбирают там одного человека из зала И вот все, вот это была подстава То есть ей заплатили гонорар какой-то Ее пригласили туда, чтобы она в этом всем поучаствовала И потом у них действительно произошел роман Они полюбили друг друга Но, естественно, вот эта вот история их знакомства Вот эта вот их первая встреча Она была действительно как бы специально спланирована В рабочих целях Но, естественно, такие вещи не разглашаются А потом просто кто-то достал этот контракт И начал спекулировать эту информацию Просто преподнес их в другом свете Сейчас Клаудия Шифер уже как 18 лет замужем За известным британским кинорежиссером Мэтью Вон Они воспитывают троих детей У нее две дочери и один сын живут Они в Англии, в каком-то поместье Так как у мужа дворянское происхождение После их бракосочетания она получила титул графини Люди, которые работали с этой моделью, говорят, что в ней есть что-то особенное Что-то притягательное, магнетичное Наверняка именно вот это внутреннее сделало ее настолько известной Она была единственной моделью, которая побывала на обложке журналов более тысячи раз И за счет этого ее внесли в книгу рекордов Гиннеса Также она была на обложке New York Times По тем временам это была какая-то сенсация Потому что это издание не о моде И они никогда не размещали на своих обложках просто красивых девушек-моделей Также Шифер себя пробовала и в качестве актрисы Она снялась в 11 фильмах К сожалению, ни один из них не стал там очень известных Но тем не менее, мне кажется, это уже говорит о том, что она очень разносторонний человек Что она, достигнув какой-то вершины в том, чем она занималась Она взялась за что-то, что она не умела, чего она не делала раньше Поэтому все равно тут большое уважение к Клауде Шифер Что она все равно пробовала, старалась Также она запустила свою линейку одежды, линейку косметики Потом написала книгу, которая называлась Шифера Клаудии Шифер То есть человек всесторонне развивался Очень круто, что она не останавливалась на достигнутом Потому что есть люди, которые, вот им кажется, что ну вроде бы все Там слава, деньги есть И они перестают что-то делать Кто-то скатывается там в наркотики Либо еще чего-то Были и такие примеры Сейчас она бизнес-вумен Она мать троих детей Она занимается благотворительностью Жертвует огромные суммы на борьбу людей, у которых спит, у которых рак Не знаю, ребят, как вас, но меня очень сильно вдохновляет Потому что человек окружал себя красотой То есть красота внутри него Красота снаружи Красота в его поступках В его образе жизни То есть в развитии Вообще все, что делал человек Оно было направлено на созидание Такой пример просто успешной, хорошей, правильной жизни На этом, ребят, все Надеюсь, что видео вам понравилось Обязательно ставьте лайк А в комментариях напишите, о ком еще записать подобное видео А мы скоро увидимся Пока!